Оренбург превращается в зону экологического беззакония. Несмотря на усилия губернатора и федерального центра, мусорные барыги продолжают уходить от ответственности и нарушать законы. Городские окрестности тонут в мусоре, серые возщики жгут и закапывают мусор, где им вздумается. Доходит до того, что в печку отправляются и медицинские отходы, ядовитый дым от которых отравляет жизнь и здоровье простых людей. В то время как вся страна вводит новые правила обращения с отходами, ушлые предприниматели из Оренбурга делают вид, что они в курсе новых требований закона. Машины безнаказанно забирают мусор и сгружают его прямо на землю под открытым воздухом. Привлекая дешевую рабочую силу, мусорные дельцы выбирают фракции, которые можно выгодно продать, а все остальное сжигают. Смотрите, здесь вот, значит, заботливые ребята признали, что сжигают все вот в этой вот чудо-печке, такой вот, мне кажется, абсолютно самодельный, вот, причем, ну, такого нормального достаточно объема, то есть можно только себе представить, какое количество отходов здесь сжигается. И вот здесь вот заботливо отбираются всякие нужные полезные вещи. батареечки, тут вот есть чехол для айфона и даже целая миска с посудой. Вот сколько полезных всяких вещей уходит. Ну, прям молодцы ребята, цены бы их не было, если бы все это здесь было легально. Вы вот, понимаете, вы снимаете? Снимаем, да. Снимаем, да, мы все снимаем. И спросим из разрешения. Какие вопросы? Металл, картон, уберу все. В чем вопрос? Документы, покажите на основании чего это все здесь лежит, находится. А что? Это же моя территория, промка. А почему металл, на металл надо какой-то документ? Обязательно. Снимаете, снимаете? Обязательно. Он все снял, он же все снят. Строительный мусор, должно быть разрешение на складирование. Сейчас делаем, сейчас делаем документы. В чем вопрос? Вот, посмотрите, сколько строительных отходов. Вот это да. Вот они. Вот. Вот прям здесь вот не хватает прямо реально трех поросят. Ниф-нифа, наф-нафа и нуф-нуфа. Один бы строил себе дом из пластиковых, второй бы строил себе дома из вот этих вот картонок, ну, а третий из остального вот этого вот. Пускай вот, ну, блогерство занимает себя, понимает. Ситуация какая. Ждем полицию. Ситуация следующая. Еще раз говорю, налицо. Грубейшее нарушение законодательства. Ждем полицию. Прибывшие владельцы точки, супруги Карецкие, поначалу огрызаются и проявляют недюжинную агрессию. Но прибывший наряд полиции резко охлаждает их пыл. Одного взгляда становится достаточно, чтобы оценить масштаб и количество нарушений, которые тут есть. Такое ощущение, что люди здесь живут, словно там еще 3-4 года, они хотят пожить и потом куда-то уезжают. То есть, ну, тотальная там выстрелы у себя в ногу, подготовка экологических бомб. Ну, мы же так все время делали, ничего же не было. То есть отсутствие неминуемой ответственности порождает вот такого рода правовой нигилизм практически на всех уровнях. Следующая точка находится прямо в черте города. Здесь рядом большой торговый центр, остановка общественного транспорта и точки общепита. Но желание получать сверхприбыли не останавливает мусорных дельцов. Второй объект, и снова владельцем является какая-то некая хозяйка. Сейчас нерадивые сотрудники предприятия будут ей звонить, пытаться выяснить, что же это за такая чудная, загадочная женщина, которая устроила вот здесь вот мусорку, ну, практически посреди города. У местной предпринимательницы не только отсутствуют необходимые лицензии и разрешения, но и происходит все это безобразие на арендованной земле. Только представьте, в каком состоянии она оставит участок после себя. Вся территория завалена грудами мусора, который лежит здесь не первый день. Навалены отходы всех типов и видов. Вот здесь вот есть и какое-то и дерево, и бой бетона, и оконные рамы, шины, и, конечно же, бытовой мусор, который пахнет здесь на всю округу. Что самое интересное, первый водитель оказался честный и во всем сразу сознался, что возит бытовой мусор, здесь его гружает. Второй водитель включил заднюю, говорит, что якобы приехал здесь заправиться. Ну, надеюсь, что при сотрудниках полиции они будут более разговорчивы. Страшно представить, какой экологический ущерб нанесен этим землям. По соседству находится еще и кладбище. Но если мусорные короли не думают о живых людях, то какое им дело до мертвых? Поначалу Анна Горбунова пыталась договориться с экологами, приглашала их на ужин. Видимо, теплая обстановка ресторана должна была разжалобить экологов. Однако, получив отказ, перешла к угрозам и попыткам запугать инспекторов. Несчастную женщину можно понять. Ведь помимо административной ответственности, ей грозит еще и уголовное наказание. Незаконная сортировка мусора не входит ни в какое сравнение с сжиганием опасных отходов. Только посмотрите на этот участок земли. Он весь покрыт залой из огромных печей, где бандиты жгут медицинские отходы, ртутные лампы и много чего еще, что никогда не должно было здесь оказаться. Огромные трубы разносят ядовитый дым по всей округе. А ядовитые золы, по всей видимости, прикапывают здесь же. Из-за таких вот свалок начинается распространяться пожар, и он переходит уже в такие ландшафтные пожары, с которыми сегодня борется вся область. С привлечением даже военной техники. А вот, собственно, за моей спиной находится та самая чудо печка, в которой происходит, по всей видимости, сжигание всех этих отходов. При том, что у компании есть лицензия на термическую утилизацию, но данного участка в лицензии не указано. Более того, эти печки стоят здесь уже много лет, и вряд ли они соответствуют всем тем требованиям безопасности, которые сегодня прописаны в лицензии этой компании. А, собственно, под моими ногами как раз та самая зола, которую они выгребают из этих печек после сжигания. Видно, что дальше она перемешивается с грунтом, и золой этой покрыто все вокруг, в том числе и въездная группа. Ее здесь столько, что сложно не заметить вот это вот преступление. Приехавший на вызов сотрудник полиции не может поверить своим глазам. Такого безобразия он еще никогда не видел. Трудно поверить, что сегодня остаются те, кому плевать не только на требования закона, но и на здоровье граждан, вынужденных дышать ядовитым смогом от страшной печки. И все это лишь небольшая часть нарушений, которые удалось зафиксировать экологам из Всероссийского общества охраны природы. По итогам рейдов, все нарушители будут привлечены к ответственности и понесут самое строгое наказание. А экологические инспекторы ВООП проконтролируют, чтобы нелегальные площадки были закрыты. Если вы стали свидетелем экологического преступления или располагаете информации о нарушителях, сообщайте в редакцию. Только сообща, мы сможем обуздать мусорных беспредельщиков, которые так вольготно расположились на Оренбургской земле. Редактор субтитров А.Семкин